МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! Прошла неделя. Как всегда, мы приветствуем вас здесь, в Петербурге, на Маховой улице, в учебном театре знаменитой Театральной Академии. Сегодня у нас в гостях фантастическая актриса. Несмотря на такой безусловный талант, она всю жизнь, тем не менее, была фанатично предана своей профессии. Никита Михалков как-то сказал, что для хорошей роли она готова поджечь собственный дом, сама принесет керосин, потом будет раскаяние, суд, но роль она сыграет. Мне кажется, что все мои сейчас слова, они абсолютно излишни. Встречайте у нас в гостях легенды отечественного кино, народно-артистка Советского Союза Людмила Горченко. АПЛОДИСМЕНТЫ В первых строках и в первых минутах нашей встречи я хочу поздравить вас с наступающим днем рождения. АПЛОДИСМЕНТЫ Нам замечательно приятно вас видеть вот в этом театре, в такой студенческой аудитории. Вопросов масса, и я сразу сожалею, что эфира недостаточно, чтобы их все задать. Недавно вы удивили, пока на словах, потому что не все имеют счастье увидеть, фильмом. Вы выбрали себе, вы вступили на новый путь режиссуры. Это случай. Хотя в каждой картине я там, после одной картины вообще дала себе слово, не лезь никуда. Вот ты вот сказал, мотор, и делай. А я все это мне нужно, чтобы это было точнее, чтобы это было остроумнее, в чем-то было метод, а ты чего, ты лезешь, инфаркт не нужен. А тут получилось так, что я встретила такой сверхталант. Да, меня познакомил джазовый музыкант Михаил Локунь, с которым я работаю. Говорит, я хочу тебя познакомить со своим учеником. Он классическую музыку, так сказать, классик, консерватория, премии, он уже диски... Ему 17 лет, он диски выпустил и там, и там. В общем, в мире его знают, но он слепой. Слепой от рождения. Я думаю, как слепой? А как же он на это попадает? Знаешь, это все очень сырое представление об этом явлении. Он меня познакомил. Сначала я видела пленки, где он в 4 года... В общем, он родился слепым. Маме было 14 лет. Дедушке и бабушке его. И он плакал. Это мне рассказывает, плакал. И как только слышал музыку, сразу замолкал. Музыка играла все время. И в 3 года он подполз к этому, слава богу, было расстроенное пианино, как я понимаю, у бабушки и дедушки. Ручками туда залез. Это все на экране есть, ну, снято. И сыграл. И с триолями. Свадебный марш Мендельсона с теми гармониями, понтишечками своими. И так далее, и так далее. Он играл по слуху все. Когда я увидела пленку, он поет на английском, так сказать, ну, я не знаю, это фантастика. Мы заболели дома. Заболели так, я не могла спать, я не могла жить, я должна... У меня было такое вот, что его должны узнать все. Эту радость, это все. Короче говоря, я решила вот дать идею этого сценария. Сценарий о человеке, которому надо дать жизнь, жизнь, так сказать, его таланту, дать жизнь, подтолкнуть, помочь. Это тык-тык. Вот и все. А когда режиссер, короче говоря, он за неделю до съемок исчез. Режиссер исчез. Светит солнце. Надо работать, снимать. Уже деньги идут. Товарищи идут. Вы же понимаете, в какое время мы живем. Деньги идут. А работы нет. Не идет работа. Мы не даем и не... И мы начали снимать. Оператор, он оператор, закончивший или слушающий курсы режиссерские, стал у пульта режиссера. А я, поскольку музыку я написала картине по ходу написания сценария одновременно, потому это случай, это случай необычный. Музыка, тексты я искала, вот мне дарили. И тексты в разных городах, мои поклонники, вот такие книжечки, Людмила Марковна, тут есть очень для вас, очень... Или про вас, или для нас. И я взяла эти тексты, и там прекрасно, когда судьба бросает шанс, хватай его, лови. Это про... А? Это про... Девочка 19 лет из Ижевска, понимаешь? Нет, а не поймаешь выше нос, пойми, что... Это про сегодняшний день, про молодых людей, хватай, лови, если тебе что-то такое удалось, да? Короче говоря, музыка была готова до последнего аккорда вместе с обступлением. Вот солнце светит, мы вступили в картину, и поскольку музыку я сделала, я... Она... Фильм снимался на музыкальной сетке. Давайте фрагмент посмотрим, а то мы... Мы рассказываем, а то, что, может быть, я что-то сочиняю, так нет? Небольшой кусочек, посмотрим. Будут светлые дни, будут чудные сны, будут песни звенеть, разгоняя тревогу. Через тысячи верст, через тысячи зим будет чистый просвет, будет нежность весны. Так не молчать, не кричать, не страдать, ждать, и хранить, и дарить, и любить, жить. Когда вы рассказывали эту историю, почему-то казалось, что это будет какая-то драма. Это мой сон. Мы все хотим, чтобы во сне было хорошо. Будут светлые дни, будут чудные сны, а проснешь, и опять вода, опять заботы. Вот вы сказали, это случай, вот это случай. Вообще слово случай в вашей жизни часто ли встречался? Или надо было идти и пробивать? Что такое случай? Случай – это первое. Успех, я бы сказала, что такое успех? Это случай. Первое. Успех – это случай. Второе – это внешность. А все остальное – это талант. Понимаете? Вот к первому вашему вопросу. к таланту и человеческому, и актерскому, и разному добираться надо через первые два случая. Мне случилось так, что в первой же картине со мной был случай. Понимаете? внешность, вроде я так шла. Да, шла по Мосфильму. Ну как? Но если кто-то носил там, моды были нижние юбки и талии. Кто-то носил одну, у меня было три. Честное слово. Я не знаю. Талию. Это и три юбки. И дуб. Ой, мне все время несло куда-то. Я не знаю. Во мне было столько сил, столько энергии. Я ничего не понимала. Я все время не оказала, что если буду так, если буду так, вот это и есть талант. Я же не понимала там, что там внутри. Но пою, танцую, это не важно. И вдруг. Ой, это я. Боже мой. Пырьев. Иван Александрович Пырьев. Да, это один из великих режиссеров. Как бы сейчас что-то там не перестраивали историю. режиссеров увидеть человеке то, чего он сам в себе не видит. Понимаете? Ну-ка, стойте. Идите сюда. Это в ваших интересах. И я это... Говорит, где я вас видел? Я пробовалась у Рязанова в карнавальной ночи. Говорит, а что хлопочешь лицом? Можешь успокоить? Я? Ой. Могу. И сразу у меня настроение упало. Я помню, потому что это мое самое, так сказать, вели... Понимаете? Козырь мой, что я могу так, так, все, что... И вдруг, оказывается, ничего не надо. Он меня взял за руку и привел в третий павильон Мосфильма, где остановились съемки карнавальной ночи. Кстати, потом из-за актрисы, которая просто... У нее был чудный носик. Ну, как-то так. А надо и двигаться, и петь, да-да-да-да-да-да. Остановили съемки. А было снято уже довольно большое количество метража. Вот. И говорит, оденьте ее хорошо, причешите, успокойте, и будет вам человек. Это дословно его слова. Успокойте. Вот тут меня было просто... Я была обижена. Понимаете? Успокойте. Вы сказали, что он увидел в вас то, что вы сами видели. А что он в вас увидел? А вот он. Он увидел в пробе. Я сказала... Ка-гим-ре-су-та-вы-диви-на-ла-фа-дис-а-ла-ха-пай-ра другим голову. Боже, что я творила там? И, конечно, Эльдар, он любит более спокойных, более таких как бы женщин, девушек. Но у нее все жены даже похожи. Такие черненькие, милые, умные. Ну, совсем не я. Не вот это вот. А я вертлявая, вертушка там такая, это была вся. Хотя внутри вот это все и дело, а внутри я была другой. А зачем? Вот это откуда шло? От зажатости? Откуда? Перебора сил, перебора энергии. Было очень много энергии, очень много и всем хотелось показать. Смотрите, я пришла, смотри, люди, люди. Папа говорит, людям, людям, людям. И у меня так открыто, люди, люди, а люди, бах, бах, после вертикального взлета, карнавальная ночь, это вертикальный взлет, так высоко, так высоко, что я думаю, люди, где вы? Помогите оттуда выйти. Как? Я в общежитии. Денег нет. Знаешь, это, ну, естественно, карнавальная, я себе купила часы, один костюмчик серенький и папе и маме на отдых. Все. А вот интересно, а Герасимов с Макаровой, что вас увидели? Вот интересно. Я поступала в институт с аккордеоном, потому что у меня папа сказал, дочурка, значит так, будешь петь, одновременно играть и чечеточку. Все в один раз. Правда. Они, я глаза распрострють, ну, он из деревни, папа, вот, распрострють глаза и аж ахнуть, и тебя, конечно, с руками и ногами заберут. Ну, я, значит, с аккордеоном, и это там. Вот, это аккордеон. А, ну вот, вот оно, это в Харьковской квартире, вот и наша несчастная квартира. Папа уже повесил эту самую, везде висели мои афиши, у папы в доме. Ой, это я там, это аккордеон, гонор, аккордеон на 120 басов, 3,5 октавы. Уже не играю, она сидит на даче, стоит, я прохожу, знаете, так, прохожу, стоит папин баян в чехле, аккордеон, и мамин бубен, она с детьми игралась. Это все, что осталось от моей той жизни. Ладно. Короче говоря, вот я сижу наверху, мысль помню, видите, значит, еще маразма нет. Сижу наверху и понимаю, и понимаю, теперь хорошо понимаю, что это был самый высокий пик кризиса. Кризиса. Как оттуда сползти и не удариться? А зачем ползти? Можешь там и остаться? Моя дорогая, с кем общаться? Там. И больше никого нет. Такой был успех. Смерть. То есть вам тоже там было плохо? Да я была одинока, несчастна, без поддержки, без опыта. Папой, маме не докричишься. Ничего. Это очень страшно. Иметь. А это мне 17 лет. Это школе фотографии. Да, дурочка такая. Короче говоря, я шмякнулась, я хорошо шмякнулась. Было масса других всяких обстоятельств, в которых совершенно человек моего возраста и из Харькова и абсолютно беспомощный, абсолютно без опыта, и без плеча, и без подсказки. А почему учителя-то вам руку не подали? Почему они это вам не подали? Они сделали, потому что там было так много неприятностей по концертам, которые теперь называются корпоративные, а то, понимаете, я получала 4 рубля 50 копеек переполненный зал или 300 рублей в голубом конверте. 300 рублей, это же сумасшедшие деньги. Это сумасшедшие деньги. Я могла себе купить чулки, извините, я могла себе что-то купить, я была абсолютно, ну, ну, это неудобно. Независимо, ладно, давайте так. Не то, что зависимо, нищета и слава, и популярность, и нет ничего. В общем, о чем говорить? Папа и мама ссылают деньги, о чем? Ну, не будем к этому тяжелому времени. Короче говоря, я слышала, мы хорошо копируем. Сейчас, вы знаете, все копируют это вот, как это, передача, это двойная, как это, я забыла. Где все? Большая разница? Большая, да. Вот ту большую разницу мы прошли на курсе, я считаю, что вообще на курсе надо проходить большую разницу и на третьем курсе замолкать. Потому что мы так делали Макарова и Герасимова, это не то слово, когда Тамара Федоровна говорила, Сережа, ну почему Люся, ну будет Мариночка Ладынина? Да ты же, потому что Тамарочка не права. Да пусть она будет как Любочка Орлова. Я так прочитаю. Да нет, ну Сережа, ну правда, ну пусть Любочка Орлова. Ну это в тенденции верно, абсолютно, это не так. Это все же, в общем, не так. Вот как казаки ходят, казаки ходят с пяточки, с пяточки, вот, но она Мордюкова, настоящая, Аксинья. А взял Быстрицкую, ну ладно. АПЛОДИСМЕНТЫ Первая слава, она всегда обжигает? Или есть люди, которые, хотя мало кто испытал такую славу? Это сложная история. Вы знаете, я хочу вам сказать, что если бы, меня ничего не обожгло, я вот с трех лет знала, что это будет. А, Мой папа всегда говорил, ну в общем, мы же когда пошли, уйди вперед, дуй свое. Лель, он говорил маме, вот, моя дочурка весь мир будет знать, и я еще через нее в историю попаду. Да и ты, и ты попадешь. Да чертами твои истории, говорю маме, вот тогда посмотришь. Ой, попал, попал в историю. Попал, да. Леонид Марковн, а зачем все-таки вы делали попытки, к сожалению, печально закончившиеся, выйти на сцену? Вам хотелось на сцену? Или вы понимали, что надо просто что-то делать? История с театром, с Эфросом, с сатирой. Вот это ваше? Да, да, я понимаю, я понимаю. Ну так, если так это, и больше всего я люблю кино. Я киноактриса, профессиональная, до чертиков я знаю там, понимаете, все. Знаю все, все знаю. Но годы простоя, годы, когда с утра до вечера нет ничего, ни звонков, ты никому не нужен, там ты не нужна, там тебя забыли, здесь выбросили. Это, знаете, прожить много лет, под таким страшным, в таком страшном диагнозе, когда режиссеры отворачиваются, как будто они тебя не знают, и так-таки проходишь, как будто незаметно куда-то. кстати, в это время произошла самая, может, большая работа над собой. Я не пропускала ни одного фильма, спектакля, выставки, музыка, джаз, у меня играл с утра до вечера, я изучила все сама. у вас были силы появляться на людях, и ходить, и изучать все, и смотреть. Ну, я тихенько, почему? Я тихенько, почему? Я смотрела концерт Жака Брелли, я смотрела, Марлен Дитрих прием, я все, 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 там все откладывалось, вообще все надо смотреть, обязательно что-то увидишь, тоже мой закон. Понимаете? Там вырабатывалось, вырабатывалось, вырабатывался, но другой человек, который не хотел, я не сломаюсь, нет, я вижу, нет, я не пью, нет, я туда не пойду, нет, это не мое, это не моя компания, нет, 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 нет. Это очень тяжелое, очень тяжелое, как говорится, это самое, но школа жизни, она незаменимая, потому я решила пойти в театр. А что это такое? Когда я утром репетиться, вечером спекся, что это такое? Я пошла со своим харьковским акцентом, еще не... У вас еще было до сих пор... Что до сих пор? Что мне кто ему... Конечно, в институте говорила я по-другому, но это отвратительно, потому что это совершенно не мое, понимаете? Я знала, как надо редуцировать, там, первое, один, два, три, там, все такое я знала. Но все равно, играя, все равно до биржерак, играя Роксану, я гакнула, могла гакнуть, понимаете? Эти люди, которые вас не приняли, это для вас было оскорблением? Или вы их понимаете? Нет, я все понимала, я понимала, потому что они прекрасно приняли меня после старых стен. А что? После старых стен все, не было ни одного режиссера, которого не говорил. я не мыслю картины без вашего участия. А я настолько научилась на дно души складывать все свои обиды и боли, научилась, что я делала вид, что я ничего не помню, как он отворачивался. Очень приятно, очень приятно. Ну, тоже научилась, что там. А надо ли? Может, людям надо говорить то, что? Зачем? Не надо? Иногда нет. Иногда надо сделать дело, доказать что-то, а потом сказать, а вы помните, а? А я помню. До свидания. Больше не буду. Так я могу. То есть вы научились, но не простили? Нет, не простила меня. Я не прощаю. Я нагло душу туда складываю. Я не... Понимаете, что я прощаю? Прощаю случайно вырвавшиеся слова. Случайно вырвавшиеся даже оскорбления. Случайно вырвавшиеся. Но если они там где-то задуманы и давно идет второй план и тебя потихоньку, потихоньку потом бах! Что такое предательство? Удар, неожиданный удар, который ты... Как ты потом склеиваешься? Как ты... Потом уже... Понимаете? А ударов я в жизни получал много. Но я очень благодарна этому времени. Очень. Ну, вышла оттуда так, как из рабства. Но все-таки про поворотный момент. Вот вы сами об этом сказали. Фильм... Случился фильм Старые стены. Давайте мы посмотрим, что случилось, когда случились Старые стены. Ну, если можно, сначала небольшой фрагмент, по напомним зрителям. Действительно, мы говорим о персональной ответственности, а валимся в одну кучу. У нас виноватых не найдешь. Это, кажется, кто еще Петр Первый говорил? Надо, чтобы каждого дурость была видна. Прогулы. Это наш бич, товарищ. Я смотрела сводку. 10% не выходы. Александр Иванович, ну, что же это происходит? А ведь было время, судили за прогулы. Вот так. Ну, насчет того, помочь вам или не помочь, тут, я думаю, главный инженер немножко погорячился. Помочь, конечно, придется. И, возможно, даже прихватить выходные дни. Что делать? План есть план. А что случилось все-таки с этим фильмом? Вот, как вы, если я можете это объяснить, вот какие звезды сошлись, что роль хорошая, что вас приняли? Вот непонятно. Нет, тут все очень хорошо понятно. Трегубович видел массу проб моих на очень хорошие роли и очень хорошие режиссеров. Так. И если так все собрать воедино, то, можно так, коротко, она не стайер, она спринтер. Потому что она играла столько, понимаете, не потянет. Большую. Ну, такой большой перерыв. Маленькие-маленькие роли. Я тут уже влезала маленькие во все. Шестой лебедь справа, как хотите. Все. А Трегубович это как лотерейный билет, как папа сказал, как выкинуть лотерейный билет. Он молодец. вот и все. И он выиграл. Потому что была у меня на кинопробе была сцена, где я защищаю человека, ну, старого работника, который, так сказать, ну, которого можно уже сместить. Ну, это по фильму, мы помним. И я так это точно сделала, потому что моего папу смещать нельзя. Я свое. Если свое, не смещаю. Потому что от него идет то, от него идет то, чего никому не дано. Вот тот от того, хоть он уже новое время, он мне это а а другой раз отработал, ему надо на вечер идти, а тот останется. Может, это сейчас не так. Может, сейчас надо уходить, нужно не до работы, я не знаю. Но во мне сидело то, то, что я энтузиазм. А я верю в энтузиазм у меня там. Вы знаете, что я до сих пор верю в энтузиазм. Я бесплатно отработала картину. Понимаете, какое дело? Какое забытое слово энтузиазм. Энтузиазм. Да, я понимаю, я понимаю, что мы другой. Хорошая, другая. Я могу бесплатно, без всякого отработать там что-то такое. Понимаете, это очень... Но правда ли, что вы сказали слова? Я так понимаю, что это было, наверное, во время пропущи, что если я провалюсь, я не буду жить. Да, потому что уже сил больше не было жить, существовать в таком этом. там есть... То есть это последний такой шанс был для вас? Да, это было очень страшно. Я боялась внутри, а потом вообще я была под топором, знаете, и эта сцена, которая снималась там, вот я снимаюсь с настоящими рабочими, а они-то видели карнавальную ночь. Знаете, как страшно? Я думаю, сейчас какой-нибудь, да ладно, Люсь, чего ты? Давай пять минут спой. Понимаете? Я так боялась, а потом смотрю, верят. Верят, верят, даже уважают на вы, там, это, это. Думаю, господи, неужели пронесет, неужели пронесет? И худсовет говорил, три объекта снимем, покажете, если что, снимем с роли. Видите, как я была под каким-то паром? На волоске, да? Да, на волоске, а Трегубович, пац, все, все, а я ему молюсь. Потом уже все пошли, картина, что-то вот в себе открывали? Вы же, вот, директор завода, фабрики, да? Вот, насколько вообще это женщина-то понятна? Нет, человеческие, более всего, если говорить, человеческие, более всего, похоже на эту женщину. То есть, вот вам интересно. Только не как руководитель, а человеческий. Я говорю, пап, ну как играть? Как играть? Как директор? Ой, не надо директора, народ не поверить, дочурка. Я его раскручиваю, раскручиваю, я с ним всегда советовала, сейчас советуюсь. Я говорю, пап, ну как? Говорит, хочу прийти до своего директора с душой нараспашку. Говорит, так, тихо, 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 с душой нараспашку. Такой типичный деревенец. Я говорю, а? Чтобы он не говорил, квартиру-то мы тебе дадим, а там как раз это и есть, квартиру мы дадим, понимаешь? И потому я говорю, ну я-то знаю твое положение, квартиру мы тебе дадим. То есть, он меня точно воткнул в эту интонацию, и картина полгода не выходила, уже нетипичный директор. Нетипичный. Да, да. Я сыграла первого человечного директора, человечного, который прошел от станка до директора. Вообще, я больше, вы знаете, я бы никогда уже не сыграла так этой роли, никогда. Я иногда думаю, как это я, как это я, неужели это я? Не может быть. Как это получилось? Вот правда. Честное слово. Вы сказали, что после этого фильма вдруг стали опять узнавать, руки сжать, приглашать, и что, вот как-то вот в вал пошел? Вал. Вот вы открыли двери, в вал. Пошел в вал. А вы начали капризничать? У вас же был повод теперь сказать, ха, теперь... Иногда капризничаю. Да? Да, особенно с теми, которые меня не замечали раньше. Я говорю, а зачем я вам нужна? А тут сыграет любая актриса. Я знаю, что любая не сыграет. А хитрая была. А зачем так в жизни сделано? Зачем надо было долго сдерживать этот шлюз, чтобы он потом прорвался? Может быть, вам надо было что-то накопить? Вот зачем так? Жизнь вообще развлекается. Наверное, надо было созреть. Знаете, особенно сейчас, люди воспитывают, там, это... Я по свалкам, по мусорникам, оккупация, война. Я играла трассирующими пулями, на которые, не дай бог, взорвалось бы все. А я не понимала. У меня розовая головка, я ее рисую, понимаете? Я ведь ничего не знала. Меня никто не воспитывал. Только я воспитана любовью папиной. Может, это более всего. Я мало читала, потому что книг не было, все сгорело. Я не знала, в школе не было ни Есенина, ни Достоевского. Это все надо было мне самой поднять. Во мне не было этой базы, которая теперь дана любому молодому человеку. Понимаете? Базу. Не было. У меня был такой провал, его надо было восполнить. надо было таким драматическим, таким полутрагическим путем одиночества, безденежья. У меня... Знаете, как мне выпустили из института? ГИКа. Из ГИКа. Я на Мосфильм распределение, они берут, потому что нет прописки. А прописку не дают, потому что я не работаю. Это что-то. И мне прописали домработницей на 9 месяцев. Домработницей? Да. Кому? Неважно уже было. Нет, знакомые, так сказать, знакомые люди, хорошие. прописали на 9 месяцев. Меня взяли на Мосфильм. А потом уже квартира у меня была в 30 лет. А Москва ваш город? Нет. Нет? Мой город, ну, прежде всего, Радио Аскаркова и Ленинград. В Ленинграде, Петербурге, как хотите, Ленинграде, для меня там внутри ничего не сделаешь. Прошла треть моей жизни. Потому что здесь наиболее количество наиболее количество фильмов было снято. Фильмы снимались долго. Удивительно, что именно Ленинград вам протянул руку и дал драматическую. Именно Ленинград. Венгеров Владимир Яковлевич, Балтийское небо, Старые стены, Виктор Иванович Трегубович, Ленинград, Вселен фильм. А потом уже наши вот эти вот, как называется, как это украинцы называют русских? Москали, Москали, а уже потом Мосфильм с Москалями. Это уже потом, когда тут все произошло, тогда они уже готового человека схватили и начали его репродуцировать. Но из Москвы ты не уехать там, конечно, вся работа там. Как-то так все закручено было, но были мысли такие, были, когда я долго снималась здесь, были мысли. А потом что, как, тут очень, ну, уже все свои, ну, это все не так просто. Я хочу вам сказать, что в этом году я сделала большой подарок для себя, сама того не ожидая и точно знала, что это табу будет навсегда. После выхода взрослого детства, который меня заставил делать Андрон Кочеловский в фильме Сибириада, они снимали фильм о народе Андрон Никита. И я когда, а я тогда после перелома с палкой, несчастная, в уколах вся болезнь, ну, там же отеки, но не важно. И чудесный, один из интеллигентнейших Вульф Виталий Яковлевич сказал, просто хорошо сказал, Люся, это надо сделать. записать, это надо сделать. И первый раз в жизни запись музыки, я больше любую, запись музыки, ты один, наушники, звук, только там идет фонограмма, и ты тут уже себе. А тут я одна в огромном зале, и вы знаете, я читала это, и я и плакала, и видела эти видения разрушенного города, это будет так близко ленинградцам, который блокад, война, война, это моя тема, я никуда от нее не уйду никогда, потому что она меня воспитала, она придала мне силы, дух, выживаемость, мужание, духа, эти песни войны, это мое детство, понимаете, это невозможно, я никуда от этого модно, не модно, меня это не интересует, это мое, и главный принцип жизни, мое или не мое, все, моя, банд, или не мой, это или не мой, понимаете, во всем, мое, это главный принцип жизни, и я ее записала, аудио или видео, аудио, аудио, то есть выйдет аудио, ну куда, там видео, разве можно, там я плакала, там все было, я за всех говорю, там, понимаете, персонификация речи любого соблюдена, там роли, 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 роли. Даже мы, когда читаем вот ваши книги, все равно интонация угадывается, но не всех людей, которых вы описываете, поэтому это здорово. Лёля, вы, наверное, там в кино дали 25 тысяч, чтобы такая как Люся попала в кино. Так что ж теперь в кино можно хорошее увидеть, когда такие как Люся будут сниматься, там же одни кости. Понятно. Я тогда предлагаю вспомнить, во-первых, одну вашу работу, во-вторых, одного удивительного режиссёра, с которым вы работали, и послушать, что он о вас вспоминает спустя много лет. Скажите, вы как после Кавказа в Москву или в другое место? Не знаю. Куда пошлют? А, ну да. Очень сыро. У вас ноги промокнут. Есть запасные носки? Это не проблема. Достану другие. А то ещё заболеете, простуетесь. А я не болею. Бывает, но очень редко. Что-то я такое очень важное хотела вам сказать. Не помню. Ну ладно, давайте прощаться. И всё. С ней было очень трудно. Это не то слово, как трудно. Люси, например, считала, что я всё притворяю, что я ухожу в степь, там что-то такое репетирую. Она в окошко смотрела и хихикала. У них был общественный праздник. По-моему, она всем выставляла шампанское, когда меня оплевал верблюд на съёмках. Люси, она такая странная. Её все любят в результате. Конечно, там с ней ссорились, скорую помощь вызывали, чтобы она успокоилась. Она на меня смотреть не могла. Конечно, всё это было. Но это процесс съёмки художественного кинематографа. Чем больше дружат, тем хреновее кино. Для меня это всё новость. Почему? Потому что никакой скорой помощи я не помню. Шампанское, чтобы я выставляла, я не представляю. Ну, ну, бог с ним. Уж как мне было тяжело. Почему? От его характера? Нет, потому что он мне первый же день сказал. Вообще-то, я вас не хотел здесь снимать. Где-то... Да, я хотел снимать, я не буду называть актрис, вы хорошо знаете, мне неудобно. но... она некрасивая на экране. Это хотел снимать, она не понравилась Симонову. Это она ушла в американский фильм, бог с ним. А вас так, ну, что буду выезжать на Юве, на Юге Владимировича. Выезжать на Юве. это первый съемочный день, когда я не могла 3000 километров взять такси и уехать. Мне жить не хотелось. Но он же знал, что он вас... А он... Я работать с вами не буду, с вами будет работать второй режиссер Виктор Арестов. Виктор Арестов спросил, вы помните фильм «Работник по найму?» Говорю, помню. Вот так сейчас надо заплакать, как Сара Майлз, там великолепная актриса заплакала. Я думаю, так, отчего же я зарыдаю, как Сара Майлз? Что я увидела Никулина, а я одна. Это коридор, коридор, тамбур. Или от того, что мой отец в госпитале для безнадежных, я не могу ничего. Вот стою, ничего не могу. Он говорит, вот видите, вы даже заплакать не можете. это дословно. Я пошла к себе, это, я не спала ночь. Тут, может быть, мой характер тоже как-то вот такой. Я думаю, Боже мой, если я не нужна здесь, и я никуда не могу исчезнуть уже поздно, то я буду жить одна внутри со своей жизнью, как смогу пристроюсь туда. И меня спасал Никулин, потому что нас поселили рядом. Мы очень как-то подружились человечески, пели песни военные, то, все. И я почти не обращалась к режиссеру. А в конце картины мне Никулин говорит, пойди, расскажи, попроси, как мы будем в любви объясняться, стоя, лежа, как это? Ну, я спросила. Я говорю, Алексей Юрьевич, как мы будем снимать сцены любви? Сидя, стоя, лежа? Нет, лежа нельзя, Юрий Владимирович сразу заснет, нельзя. Ну, я не могу тут многое как-то рассказать, но, чтобы мне вызывали скорую помощь, со мной было трудно. это на совести Алексея Юрьевича, но, смотрите. Нет, он, когда мне вручали недавно премию, эту самую, как это, достоинство и честь и достоинство, они там были всем режиссером, все чудесно говорили. Он же был? Он был, он очень хорошо говорил, и вдруг сказал, что ему однажды приснился сон, что я с топором на него. Так вся желтая пресса сказала только, что Гурченко с топором бежала на этого. Все. Ну, так что тут трудно мне было, очень трудно, я была нелюбима, все. Смотрите, а может быть, кино в результате получился замечательный фильм, может, это была психологическая атака, и вас надо было привести там? может быть, а я не могу, я без любви не могу, понимаете? Я не могу, я должна любить режиссера, у меня ни одного романа в жизни не было с режиссером, понимаете? но я должна его любить, а когда я чувствую, что я не нужна, нелюбима, я хочу... Но я делала четко свое дело. Я бы хочу предложить внимание нашим зрителям фильм, но для того, чтобы вспомнить любимые цитаты, скорее так. надюши, надюши, не держите на Василия зла. Если вы его любите, вы не причините ему боль. Я понимаю, очень трудно такое сразу принять в сердце, но ведь мы с вами люди, и у нас есть разум. Что такое? Что это вы на меня так смотрите? Ты ли, чоли? Я, Надежда. Как у вас по отчеству? Ах ты, сучка ты, крашена. Почему же крашена? Это мой натуральный цвет. Мне больше нравится, что она на сучку даже не обратила внимания. Вот это очень важный момент, потому что, может быть, сучкой обидится, а тут, значит, правильно все так расставлено. Хотела спросить, вот Раиса Захарна, ваша героиня в фильме «Любовь и голуби», она, конечно, яркая, она там мужа уводит, приходит разбираться, очень сложная, интересная роль. Я понимаю, что вам сейчас, наверное, не понравился мой вопрос, но я хочу спросить вас о вашем муже, Сергея. Вот, наверное, как он вас так завоевал? Вас же, наверное, сложно завоевать. Вы особый человек, вы человек непростой и живущий в своем мире. Вы знаете, дело в том, что какой бы ты ни был, женщина, какая бы ни была сильная, она беззащитна. Она должна иметь защиту. ведь не даром же ходят и вокруг какой-нибудь звезды 500 человек, телохранители или как называется, он, а это он. Он умеет, во-первых, он умный, он любит мою книжку. Это важно. Это очень важно. Он любит то, что я делаю, это важно. он присутствует на всех записях, это важно. И он может дать такие точные ориентиры в роли, в записи, мягкие, но точные, которые никто не скажет. Это во-первых. Во-вторых, он просто, ну, он очень вспыльчивый человек, но тут же отходящий, то, что вот этом я не люблю. Знаете, сначала га-га-га, потом раз отошел, а я еще там. Он, я уже в тюрьме, а он отошел. Вот это вот плохо. Но это не самое такое. Главное, что я не боюсь с ним нигде быть, как мама не боялась с папой. А вот это интересно. Папа мог уничтожить всех за маму и за меня. Понимаете? У него пять братов свинцом налиты смертью пахнуть. Он своим. Понимаете? А Сережа и языком своим, так сказать, тонким, умным и острым может. А если надо, кому-то и бабашлоуке дать. Может. Как папа, бабашлоуке. Да, может. А папа, для вас пример? Да, папа пример. Да, 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 да. И ошибки, которые были, бывали в жизни с мужчинами, мне казалось, что кажется, он похож на папу. А потом ошибка. Полукровка, ошибка опять. Дорогая, мы хотим просить вас, может, вы нам споете что-нибудь, если у вас есть настроение. да, пожалуй. АПЛОДИСМЕНТЫ Я просто, знаете, почему хочу спеть эту песню? Потому что вот сейчас особенно все читаешь, проживут люди там два-три года, расходятся, 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 три дня расходятся. как вот это сохранить, это уникальное чувство, уникальное чувство новизны, чтобы ты был новый, чтобы ты не стерся, чтобы ты не стерся для тебя, партнер, понимаете, должен быть новым, новизны. Вот, Касторский, чувство новизны. Давайте. По Дворцовой без памяти кружит обреченный кленовый листок И упрямая Невская стужа Оставляет в душе холодок От шепота до крика Знаешь ты Любви Недолговечные черты Ах, если б с пробуждением весны Могло вернуться чувство 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 На везуны Ничего не зовет И не дразнит Растекаются Осень и грим И И вчерашний Волнующий Праздник При желании Не повторим От шепота До крика Знаешь ты Любви Недолговечные Черты Ах, если б с пробуждением Везуны Могло Вернуться Чувство 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 На везуны По дворцовой Без памяти Кружит Обреченный Кленовый Листок И упрямая Недолговечная Стужа Оставляет В душе Холодок От шепота До крика Знаешь ты Любви Недолговечные Черты Ах, если б с пробуждением Везуны Могло Вернуться Чувство 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 На везуны Чувство На везуны АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КИЕМ Субтитры подогнал «Симон»